Здравствуйте! Вы смотрите проект «Экология с пристрастием». В этой серии проекта мы решили узнать, насколько безопасен песок на детских игровых площадках в Уфе. Для этого мы возьмем три анализа с трех уфимских дворов, а затем отнесем весь этот песок в Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан. Согласно исследованиям экспертов, все три пробы оказались чистыми. В песке не обнаружилось ни паразитов, ни тяжелых металлов. Но, тем не менее, внешний вид некоторых песочниц в Уфе оставляет желать лучшего. Большинство родителей пренебрегают дворовыми песочницами, желая обезопасить детей от различных инфекций. Можно же как-то элементарно делать песочницу с крышкой, да, и как-то вот хотя бы просто прихлопом ее закрывать на ночь, чтобы животные не ходили, потому что вот мы, например, потому что это все в глаза, потер где-то секунду не заметил. Уфимец Марсель Гумиров предпочитает гулять с маленьким Марком только в парке. Но и здесь, по его словам, песок не отличается особой чистотой. Исключение – платная площадка. Но гулять там с ребенком дважды в день накладно. Единственный выход – тщательное соблюдение гигиены. После каждой песочницы мы обрабатываем эти бактериальные салфетки, моем руки. Сначала помоем, потом обрабатываем. Только так спасаемся. Брест гулять с правнучкой во дворе Ирима Белоножка. По ее словам, во дворе их дома детская площадка находится рядом с мусоркой. Отсюда полная антисанитария. Единственный выход – прогуляться с ребенком, пойти в ближайший парк. Каждый день приходим сюда. Там негде гулять абсолютно. Площадка, конечно, территория большая, но в плохом состоянии, очень плохая. Помойка, часто ее не вывозят, мусора очень много. Отсутствие бытового мусора, высокой травы и облагороженность территории – главные факторы, на которые следует обратить внимание, прежде чем позволить ребенку играть с песком. По словам врача-педиатра клиники Европед Лилии Мефтаховой, предпочтение стоит отдавать ухоженным территориям. На территории ТСЖ, например, набережная 71, они ухаживают за территорией. Там действительно как-то приятнее гулять. А если где-то на задворках, где-то в промышленном районе, рядом заводские какие-то, или она какая-то не песочница, а просто груда песка, неизвестно откуда привезенная, да? Конечно, мы там не будем гулять с маленькими детьми. Анализы всего лишь трех проб песка в миллионном городе не могут быть объективными показателями. По словам специалистов, уже на следующий день в этом же песке могут появиться паразиты, опасные для детского здоровья.